Убрал вручную эти 5 переменных из списка 30, то есть должно быть 25. И заново запускаю без Bootstrap. Stepwise без Bootstrap. Получаю табличку с 24 предикторами на последнем шаге, то есть прошел отсев. Это пятый шаг, пятый запуск. На шестом запуске нет отсева, вот 24 снова осталось. Заново перехожу к Bootstrap. Bootstrap показывает, что снова надо убрать 3 переменных. Убрал их. 24, минус 3, 21. Заново запускаю Stepwise. Был 21, стало 19, то есть 2 ушло. На восьмом запуске нет изменений. Оставляю. Перехожу снова к Bootstrap. И здесь уже нет переменных, у которых по обеим категориям коэффициент под уберительным интервалом проходил бы через 0. Все оставшиеся 19 переменных в этом смысле качественные. Хотя бы по одной из двух групп они имеют непроходящие через 0 интервальные оценки. На этой модели можно остановиться и считать ее итоговой. Именно ее мы интерпретировали. Но прежде чем переходить к интерпретации, нужно еще и сделать одну вещь. Мы запускаем дискрим-анализ предполагали, что у нас статистически одинаковые коэффициентные матрицы в каждой из двух групп, участвующих и не участвующих в профсоюзе. Опция BoxM позволяет нам оценить, так ли это. В нашем случае не позволяет, потому что статистика не посчиталась. Но мы должны, исходя из этого, предположить, что различаются. То есть предположить худшее, что различаются коэффициентные матрицы для двух групп. Поэтому мы должны заново запустить дискрим-анализ и включить в список зависимых переменных только наши 19 предикторов, которые мы отобрали. Обязательно Selection Variable не забыть. RAND с первым значением. И здесь уже нужно Save Predicter Group Membership сделать. Вот это очень важно. Continue, запускаем. И еще раз запускаем. Все то же самое оставляем. Здесь зависимые перемены. Здесь 19 предикторов. Но снова заходим в Classify. И ставим Separate Groups.